В каждом городе есть свои достопримечательности. И во многих странах это не только памятники архитектуры. Настенная живопись, или как принято ее называть граффити, смело можно считать способом оформления городского пространства. Стрит-арт – это общее название всего, что творят художники на улице. Рисовать снаружи, а не внутри – это главный принцип стрит-арта. Кому-то улице предоставляется галерея под открытым небом, кто-то видит в этом экстремальный образ жизни, а для кого-то это просто вандализм. Непонятная надпись на стене мало кому покажется искусством. А как насчет прообраза Дали в московском переулке? Если ввести в Google Лондон достопримечательности стрит-арт, то поисковик выдаст вам экскурсии по улицам города с рисунками на стенах. И больше всего люди хотят увидеть работы скандального художника по имени Бэнкси, который прославился, повесив свою карикатурную копию Мане в Британском музее, где она провисела незамеченной неделю. Представители галереи Тейт отказались давать комментарии по поводу работы своей службы безопасности после того, как художник, известный как Бэнкси, сумел повесить одну из своих работ в пейзажном зале. Так Бэнкси прогремел на весь мир, доказав, что не все то искусство, что висит в музее. Лицо Бэнкси скрывает, а вот его уличные картины обошли в интернете весь мир. Стрит-арт медленно, но верно докатился и до России. В отличие от Бэнкси, наши герои решили показать свои лица. Художник Володя родом из Федоскина, знаменитой деревни мастеров миниатюрной лаковой живописи. Только в отличие от своих земляков, Володя предпочитает трафаретную живопись на открытом пространстве. Каждый человек должен чем-то заниматься. У каждого должно быть свое дело. Ну, я нашел это вот в этом. То есть, кто-то найдет это в другом деле. Ну, дело должно быть всегда. Володя, несмотря на его агрессивный вид, интеллигентный молодой человек с амбициями. Своими работами он пытается обратить внимание людей на социальные проблемы. Своим рупором он выбрал баллончики с красками и трафарет. Начинается трафарет с того, что он наклеивается на какой-то большой лист бумаги. То есть, если нет бумаги, в дело идет все, что угодно. От постеров до, я не знаю до чего, до обычной акварельной бумаги. Картинка, которая получает, ну, которая распечатана, она собирается на этом листе. Тоже все склеивается. В дальнейшем идет долгий, кропотливый момент, когда ты все это вырезаешь. Ну, в этом тоже есть свой кайф. Потом, все, когда вырезано, идет уже дело краской. Арголит, голый арголит, делаешь фон. Фон, фон это отдельный разговор, то есть, полный полет фантазии, чего угодно вообще. После фона уже идут главные герои, то есть, черный цвет. Все это замазывается и по порядку добавляются отдельные цвета, то есть, слоями. Сначала там беленький, красненький, синенький. Потом, когда уже все цвета лежат, все, что, ну, ты считаешь, что все уже с баллончиками, с трафаретами покончено, идет в дело кисточка. И краски, палитра, то есть, все как у настоящих художников. Тимур немного старше Володи по возрасту и многим старше по опыту. Рисовать на стенах начал с детства. Потом получил художественное образование. В своих уличных работах Тимур рисует мультяшных персонажей и животных. И делает это профессионально. Для меня немножко там уже рисование, это, как сказать, как образ жизни, да, там. Мне уже не стремились там всех победить, быть там круче всех. Раньше было такое, а сейчас у меня нет. Желание кому что-то доказывать, в Дарвинский музей пригласили. Мне вот понравилось там на холстах, они 4 метра на метр холсты давали. И там изобразил своих персонажей. И мне понравилась реакция, когда люди, там было много народа, люди так как-то взаумные вещами, ну, рассказы. А я как бы, ну, у меня не было написано, что это я рисовал. Тут художник пытался там увидеть. Ну, то есть, как-то персонажи там все разумные мои смотрят. И мне это, ну, позабавило. Единственный способ городских властей найти компромисс с уличным искусством, это усиливать штрафы и меры наказания. В России проводится крайне мало фестивалей стрит-арта. И если они проводятся, то уровень их оставляет желать лучшего. Эти мероприятия скорее способ сделать вид, что кто-то заинтересован в продвижении стрит-арта. Для проведения фестивалей выделяются парковые зоны заранее подготовленными щитами вместо стен домов. А ведь в городе масса серых жилых строений, которые можно было бы раскрасить, считают уличные художники. Это просто для тех людей, которые, знаешь, допустим, ходят по одним и тем же маршрутам на работу, с работы. И почему бы не разнообразить им такое времяпрепровождение какой-нибудь картинкой на стене. То есть мне всегда приятно, знаешь, я много по Москве хожу и очень много наблюдаю таких картин, и они постоянно чем-то завораживают и какие-то мысли точно в голову дают. Профили, да, там, что портили. Портили, да, там, ну, метро я, мне жалко, граниту. Там, там, мрамор, это все мне жалко. Мне реально жалко к вещам, когда вот вижу, что сделано там хорошо, да, там, например, я, так сказать, дома, я не всегда, да, там, когда живые, там, и испорченные, тоже, как бы, я не считаю это круто. Ну, если, ну, конечно, иногда бывает, я тоже, по-моему, если бы, что там, ну, накалякал не в том месте. Это по глупости. То есть у меня есть там масштабные, да, там, вещи, которые бы я хотел бы здесь давать. То есть вы ходите из метро, а улица такая там вся, расписная, да, там. Для самого, для самих, кто там, жители. То есть они будут проходить и там узнавать, например, свой дом по определенным, да, там, чертам, не то, что он как серый, да, там, вот мой дом коричневый, третий, да, там, с конца. А может, там, стоит, вот мой дом, там, изразряд, там, нарисована, там, например, ну, там, русалка, это вот мой дом, ну, грубо говоря, это. Ну, а вот это такие проекты, которые я сейчас как раз пытался заниматься, как сказать, оформление улицы, да, там, по определенным стилям. Ну, это немножко, может, то, что я северо, то, что молодо выгляжу, мне не совсем это доверяют. Сейчас много очень, ну, последние года два, наверное, пошла мода на это. Все мы красим, там, все теги себе придумали. В Москве очень мало стен для легальных граффити, поэтому один из таких дворов на Мясницкой кажется измазанным холстом. Туда приезжают рисовать со всех концов Москвы. В тусовке такой двор называют «Зал славы». То есть вот эти стены, они все специальны? Ну, их мало, но именно вот эта площадка, ну, может, даже понять, что это нынешнее. Во времена ужесточения цензуры интерес к социальным граффити возрастает, как со стороны зрителей, так и со стороны создателей. Стены улиц становятся летописью происходящих событий. Живут такие граффити недолго. Главное – выложить рисунок в интернет. В основном так и относятся к этим рисованию. Вам сделать фотку, и то, что дальше будет, пофиг. Стрит-арт, некоторая работа стрит-арта порой вообще не увидишь. То есть они могут прожить, ну, там, от месяца до одного дня. Вот у меня такая работа жила чисто один день. То есть ее замазали. А фотография осталась. Вот это важно, чтобы это запечатлеть. Это самый большой комплимент для меня. Если это не поняли. Закрасили, отнеслись вот так, да. Да, то есть можно было просто пройти, так, господи, какой ошмар. И просто потом не замечать это. Нет, люди как бы, это сподвигло людей закрасить. Раньше, когда Тимур рисовал вдоль путей или бомбил граффити во дворах, его работы тоже часто закрашивают. Сегодня он рисует легально и по заказу. Таким образом, увлечение стало его профессией. Ну, будки я сразу пропавил, потому что деньги, ну, должны оплачиться. И поэтому я, ну, будки делал в основном только. Ну, там я знал такие, как бы, ну, понимал, что вот эти, да, там, определенная, да, там, тематика, что она должна, ну, выйти, да, там. Поэтому я рисовал более, ну, позитивно. И как бы мне еще нравились такие вот там темы рисования, то есть зверей. И вот эти, ну, мои будки выиграли. И меня даже там после этого, ну, когда выигрывал, там чеки отправляли. Ну, вот я идил на финал. Не, ну, безусловно, хотелось бы, но вопрос заключается немножко в другом. Какой фестиваль согласится выставлять такие работы? То есть, если какой-то крупный, да, тут встречается проблема вот как раз-таки по поводу цензуры. Все картинки эти, они подвержены цензуре. То есть, они не пройдут. Тимур и Володя по праву могут считаться современными уличными художниками. Один рисует яркие картины на стенах, играя с формами и красками. А другой своей трафаретной живописью пытается привлечь внимание общественности к социальным проблемам. Их техника и стиль очень разные. Разнятся и смыслы. Но и тот, и другой выбрали улицу для воплощения своих идей. Это уже воспринимается. И воспринимается весьма неплохо. То есть, идея прижилась. Осталось только время, чтобы это все развить. Безусловно, это никуда не денется. Понимаешь, если это все к нам так прям ворвалось, да, все это так взяли в себя. И откуда, зачем это отдавать обратно. То есть, и люди, нашлись люди, которым эта идея оказалась по душе. Единственный минус, это тяжело деньги в это себе вбивать. Потому что выгляжу молодым, им кажется, что я типа, ну, а-ля, можно прокатить. Вот это, ну, это чисто у нас такое отношение. Бывает, что там пытаются кидануть. Понимаешь, времени очень мало прошло. То есть, вот эта культура стрит-арта, она к нам пришла буквально недавно, если так подумать. То есть, время идет, и за это время, конечно, будет все это развиваться. Только вот как. Если во многих городах мира стрит-арт занесен в путеводители для туристов, чем же Москва хуже? Или просто наше общество пока не готово к такой форме искусства? А ведь еще в начале прошлого века Владимир Маяковский призывал. Художники обязаны немедля взять горшки с красками и кистями своего мастерства. Разрисовать все бока, лбы и груди городов. Вокзал и вечно бегущих стай железнодорожных вагонов. Пусть улицы будут праздником искусства для всех! Декрет номер один о демократизации искусства. Владимир Маяковский, 1918 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова